Сегодня ветер дует в сторону села Матвеевка, поэтому жители Николевки могут дышать спокойно. Эти кучи тлеют уже несколько месяцев, их никто почему-то не замечает, но говорят, что вчера их тушили, как мы видим, безрезультатно. Об этой свалке наш канал сообщал в конце января, однако ситуация до сих пор не изменилась. Огромные горы подсолнечной шелухи горят возле села Николевка с осени. И несмотря на то, что вчера начальник отдела сельского хозяйства Александр Мазлов нас обрадовал, сообщив, что свалку подсолнечной шелухи начали тушить, сегодня здесь все такие же тлеющие горы. Местные жители подтверждают, пожарную машину видели, но добавляют, что эти горы, как торфянники, тлеть могут годами, а затушить скрытый пожар сможет только сильный ливень. Жители села Матвеевка устали дышать горью. Жители села часто жалуются на запах, который идет, вот горят семечки на полях за селом здесь у нас. Вот. Ощущается запах в доме. У нас даже вот в медпункте бывает такое, потому что окна плохие у нас. Почему-то никто, ни чиновники, ни пожарная инспекция не бьют в колокола и не пытаются найти виновника и заставить его ликвидировать свалку подсолнечной шелухи. Жители окрестных сел боятся сказать лишнее слово, потому что горящие горы – это вроде как дело рук фермера, состоятельного и уважаемого, у которого трудятся сами сельчане. Из разговора не на камеру с жителями сел нарисовалась такая картина. Фермер растит подсолнечник, сдает его на переработку на маслоэкстракционный завод, а потом с этого завода ему обратно везут шелуху. Вот только зачем – никто не понимает. Тем более, что такое повторяется уже не первый год. До этого свалка подсолнечника была на границе с садами и тоже сгорела. Горело всё лето. Там свозили, там сейчас, как после Чернобыля, там страшный дел, смотреть страшно на это. Мы отправили запросы в природоохранную прокуратуру, в пресс-службу маслоэкстракционного завода, а также главе Наталинского муниципального образования Александру Аникееву с тем, чтобы выяснить, кто же виновен в образовании горящих куч подсолнечника. Хотя очень странно, что без предварительной подготовки прокомментировать ситуацию никто не смог. Ведь горы шелухи горят с осени, а находятся они прямо возле дороги. То есть не заметить их просто невозможно.